Привет! Топ-5 мест Пхукета, которые можно посетить бесплатно. Начнем с самого известного места на острове, Большого Будды. Мало того, что он расположился на самой вершине холма, так он еще и достигает высоту 45 метров. Это третья по высоте статуя Таиланда. Официальное название статуи, я даже не буду пытаться, это не просто статуя, это прежде всего действующий храм, поэтому одежда должна быть соответствующей. Наверху проводятся небольшие медитации на 7 минут. Поучаствовать может любой желающий. Здесь очень сильная энергетика, люди стекаются со всего мира, молятся, загадывают желания, жгут благовония и одаривают богов. Статуи Большого Будды можно увидеть почти из любой точки южной части Пхукета. Она напоминает, что Будда достиг Нирваны. Вход бесплатный, пожертвования приветствуются. На пути к Будде вы увидите много красивых мест. Остерегайтесь хитрых обезьянок. Еще вам встретятся слоновья фирмы. Лично я не одобряю такие места, как правило там жестоко обращаются со слонами, но при желании вы можете остановиться и угостить их бананами. Следующее место в нашем списке это Майк Хау или пляж с самолетами. Здесь весь день можно наблюдать, как взлетают и садятся эти гиганты, причем очень близко. Так близко, что нужно следить, чтобы песок не попал в глаза, а вещи не улетели. Входов на пляж несколько, некоторые из них бесплатные, но многие отели за проход по их территории могут просить денег. А также, если вы входите через национальный парк, приготовьте 200 бат. На пляже крупный песок, довольно резкий спуск в воду. На мой взгляд лучше прогуляться в южную сторону, там пляжи более приятные и тихие. Следующая наша точка Old Phuket Town. Это столица Пхукета. Столетия назад сюда приехало много рабочих из Китая. Вместе с местными жителями, смешивая стили, они строили дома, чаще всего двухэтажные. На первом этаже размещалась лавка, мастерская или ресторанчик, а на втором жила семья. И по сей день здесь ничего не изменилось. Такие дома называются шопхаусами. Застройка очень плотная, потому что раньше налог на недвижимость взимался с ширины фасада. Ведь он не являлся витриной. Поэтому шопхаусы имеют узкий фасад, а их длина уходит глубоко внутрь, вплоть до другой улицы. В таких узких длинных домах нет окон в комнате. Часто дома выкрашены в яркие цвета, а на стенах красуется веселый стрит-арт. Тайцы очень любят своего старого короля. В городе много его портретов. Также в старом городе вы встретите очень много храмов, в том числе и китайских. В них можно получить предсказание. Если мы все правильно поняли, нужно встать на колени и потрясти коробку с палочкой. На каждый из них свой номер выпасть должна одна. Затем подкидывайте бобы, и если они упали внутренней стороной вниз, как у меня, значит вы не готовы получить предсказание. Если хотя бы один упал внутренней стороной вверх, то можете взять предсказание со своим номером. Как мы выяснили, не все предсказания радужные. Теперь мы с вами отправимся на самую южную точку острова мыс Промтек. Отсюда открывается шикарный вид на Андаманское море. Поэтому люди сюда стекаются к вечеру встречать закат. Вход бесплатный. Спуститься можно прямо по скалам крайней точки. На мой взгляд это самая крутая обзорная площадка на Пхукете. Особенно если повезет с погодой, то закат запомнится вам надолго. И последнее место в нашем топе небезызвестная Банглароу. Днем она ничем не отличается от любой другой улицы. Зато ночью это целая улица разврата, веселья, оглушающей музыки и доселе невиданных развлечений. Здесь можно увидеть, если не все, то почти все. На каждом шагу зазывалы приглашают на различные непристойные шоу. Можно сфотографироваться с красотками леди боями. Не бесплатно, конечно. В первые же 5 минут вам предложат купить все. От оружия до легализованной в Таиланде марихуаны. В общем, тусовщикам сам бог виноват. А обычным смертным, как я, ну хотя бы раз стоит ненадолго окунуться в эту атмосферу массового кутежа. Одно скажу точно. Детям на Бангло делать нечего. Вход сюда, естественно, бесплатный. Но потратить тут можно очень много. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это помогает нам развиваться. И пишите в комментариях, что бы вы еще хотели посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok